Привет, друг! С тобой Эван. Сегодня 24 июля, и мы всё-таки, пацаны, дождались. Вышла первая часть обновлений насмотра Rage 1.5.1, и сейчас мы с вами её вместе посмотрим. Так что присаживайся поудобнее, готов что-то покушать, и мы начинаем. А перед началом данного ролика хотел сказать, если ты ещё не играл на этом сервере, то при регистрации вводи мой именной промокод EVAN большими буквами, получай 50 тысяч рублей на свой баланс и работай на свою мечту. Собственно, вечером, полдевятого, вышло новое обновление, поэтому сейчас мы вместе с вами всё посмотрим. По классике сейчас будет ченжелок, также внизу есть все тайм-коды, ну и, в принципе, и на видео есть. Можете по тайм-кодам, что вам более интересно, посмотреть, потыкать, можете, конечно, всё посмотреть, мне будет очень приятно. Также я хочу заранее вас попросить, поставьте лайкос под этим роликом, потому что он будет бомбовым. Всё, начинаем. Собственно, что же по ченжелогу? Добавили куча всяких разных баг-фиксов, ну, я читать это не буду, да их там особо немного. Самое главное, переходим. Добавлен раздел обвесов доп. оборудования тюнинга автомобилей. Тюнинг включён в тестовом режиме, информация о автомобилях, которые имеет тюнинг, есть при покупке авто в автосалоне. Также полностью изменили игровой инвентарь. Он теперь адаптивный, активный персонаж в инвентаре, улучшена оптимизация всех элементов, добавлена панель быстрого доступа, 6 слотов, вот чем-то он мне, если честно, напоминает пабх. Также добавлена полноценная охота на животных и экосистема. У животных индивидуальный характер, который даже хищник может испугаться. Внезапная ярость у животных также вполне вероятна. От качества убийства животного зависит качество и количество добычи. Внезапно животное может начать охотиться на вас. Будьте всегда начеку, ведь животное может подкрасться незаметно. Добавлено много видов животных, от кроликов до крупного рогатого скота или скота. Добавлено редкие животные, из которых иногда можно добыть внезапно необычные вещи. Животные имеют возраста молодая, взрослая, старая тушка. Животные имеют разные половые признаки, от этого есть и определение зависимость. Хуясь. Добыть из животных можно твою бывшую, то есть шкуру, жир, мясо и кость. Сдать добычу можно барыге, выручивая от него круглую сумму при успешной сафари-сессии. Популяция животных, в отличие от лутбочек, пополняется мгновенно в случайном месте. Если не освеживать животное в течение 5 минут после убийства, его заберет природа. То есть, так понимаю, она просто пропадет. Добавлено новый инструмент 2.4х7 охотничий нож. Он нужен для того, чтобы освеживать вот эту тушку животных. Этот нож можно также найти в подводном луте. Добавлена система скайдайвинга, то есть парашюты. Его можно купить 2.4х7, он нужен для прыжков с большой высоты. Также его можно найти в бочках, либо в коробках с наземным лутом. Улучшено окно барыги, оно теперь стало шире, в 2 ряда список, а не в 1. Добавлено багажник в транспорт, как раз для охоты это балдеж. В каждом транспорте свое уникальное количество мест, количество слотов багажника по логике и смыслу соответствует транспортным средствам. Теперь давайте к кланам перейдем. Добавлена система управления рангами кланов, то есть теперь у клана есть 10 рангов. Теперь руководители банд и организации самостоятельно могут настроить ранги. Ранги можно переименовывать, ранги можно выдавать разрешение и права на использование тех или иных функций организации. Короче, пацаны, добавлена школа пилотов вертолета, лицензия и экзамен, выходит 280 тысяч рублей. Для чего он нужен? Для новой работы? Нет, конечно же. Добавлен салон вертолетов и 6 вертолетов в продажу. Есть возможность из драйва, вертолеты регистрируются, имеют свои уникальные номерные знаки. Добавлен отдельный вид тюнинга для вертолетов, они находятся на крыше Мейсбан, то есть винилы. Вот, и теперь самое прикольное, это добавлено кастомное издание салона, конечно же, BMW. Полная копия, роль в химке. Вот, салон BMW перенесен, кстати. Мультибренд разделили, теперь вместо старого автосалона BMW, теперь это и автосалон японских автомобилей. Там недалеко есть автосалон Audi. Станция утилизации транспорта слегка перенесена, тоже посмотрим. И теперь активирована система по счету владельца, то есть в 3 ты можешь навести и посмотреть, сколько у тебя владельцев. Теперь при продаже транспорта через ЭКХ, во-первых, пишется количество владельцев. Владельцы добавлены в тестовом режиме, во второй части обновления от количества владельцев появится зависимость, например, цена утилизации. То есть она, по идее, должна быть меньше. При утилизации конкретно отображаются пробеги владельца. И теперь самое интересное, добавлены новые транспортные средства. Это Ford GT 2017 года, BMW X7 G07, Audi A8, BMW M3 F80, Porsche Macan, Ford F-150 Raptor, Jaguar XE X760, BMW M4 G82, Mercedes-Benz W124, Mercedes-Benz V-Class, 447-й кузов, мини-купер, Джон Купер Ворс, конечно же. Toyota Supra новая, A90, и добавили там 5 или 6 вертолетов. Также добавили тюнинг на гелик, новый который, MG, второе поколение, Civic, добавили тюнинг, Lancer 9 добавили тюнинг, X7 добавили тюнинг, Audi A8 добавили тюнинг, на пятерку добавили тюнинг, E-M4 F82. И также они исправили несколько транспортных средств, то есть, Mercedes-Benz GTS MG, акула, короче, убран стоковый винил, который был, и добавлен активный спойлер. Новый гелик, полный фикс модели переработка, M5 F90 добавили новый винил, GTR 35 добавили новый винил, RS6 новая, C8 кузов, добавили новые винилы. Смотрели решила не заморачиваться, как в прошлый раз, не убирать пацанов тачки, пацане утиле, это хорошо, что они учатся на своих ошибках. Теперь, пацаны, мы переходим к тому этапу, что мы начинаем обозревать само обновление. Не знаю, сколько, минут 5 пиздел, да? Ладно. Что я сразу заметил при заходе на сервер, что сразу изменились шрифты, они стали такие более квадратно сглаженные, я бы сказал, вот. Они стали более жирные, хотя мне те шрифты, если честно, больше нравятся. Давайте посмотрим по тачкам, по идее сейчас у всех тачки на одном владельце, давайте посмотрим у меня. Вот я листаю чисто в F3, у меня один владелец, один владелец, один владелец. Больше ничего не изменилось, окей, выйдем. Теперь у нас есть адаптивный инвентарь, как вы видите внизу. Если мы нажмем И, прям звук как в пабге, инвентарь такой, она мне чем-то, если честно, напоминает Радмир. Окей, давайте подойдем к багажнику. Ага, то есть если, а вот так я могу перекинуть, например? Не, не могу. Давайте просто возьмем, что у меня пистолета нету, к сожалению. Давайте возьмем, например, калаш, кнопка 1. Все, теперь у нас калаш внизу. Мы просто нажимаем 1, что-то какая-то херня прорисовывается. А, это, наверное, время. А, это время, которое я могу менять оружие, все. Теперь если нажимаю 2, а не, 1, ага. Нажал 1 и все. А, может, наверное, за рулем? Нет? А, да, все-таки за рулем. То есть беру опа и закидываю. 20 мест. Они, я так понимаю, по килограммам не меняли ничего, а просто сделали по местам. Давайте, кстати, проверим, например, на GTR. На копейки, вот. Так, садимся. Инвентарь. А, здесь только 8, да. В этом ролике будет очень много нового по обновлению, и он слишком затянется. Поэтому этот ролик мы посмотрим самые главные фичи. Ну, посмотрим, сейчас поедем на охоту, как бы по минимуму. А уже в следующих сериях мы сделаем с кем-то полноценную охоту. Поедем на оленей или на кабанов, или на кого там есть. Вот, попробуем убить, сдать барыги. Вот это все. Но сейчас мы тоже так чисто немножечко посмотрим. Более подробно будет в следующей серии. Так что подписывайся на канал, чтобы ничего не пропустить. О, кстати, поменялись эти значки. Японские, Audi, BMW. Так, 24 на 7, опа, опа, мы же нож забыли купить, пацаны, как бы. Да-да. И сюда, и нажимаем. Сколько? 55 тысяч? Охренеть, парашют 90. Ёбаный, брат. Купить? Ну, давайте купим, ладно. Нам же для видоса все-таки нужно. Охренеть. Кстати, красиво закончим видос с парашютом. А, у меня не прорисовалось просто. Я думаю, я не буду вас томить. Когда что-то уже увижу, мы с вами продолжим. Кстати, пацаны, здесь какая-то новая метка появилась. Правительство, значок такой-то. Не знаю, что это означает, но здесь, по крайней мере, ничего нет. Олень я нашел! Охуеть! Так, ага. А? Ебать, он громкий. Я уже, я уже хотел это. Ага, Е. Да, давай. Ебать, сейчас буги-буги мы делать будем. Так, ага. Окей, мачеты у нас такой есть. Так, Е. Ну. О. Ой, как, ой, как неприятно. Аккуратно срезаем шкуру. Извлекаем внутренние органы. Извлекаем поверхностный жир. Разделяем кости животного. Разделываем, вернее. Так, значит, кости шесть. Ага, что там еще? Животные мяса, животные жир, шкуры животных. Ага. Значит, ага, вот так можно сделать. И калаш. Вот, мясо. Кстати, как оно светится, прикольно. Я думаю, пацаны, в принципе, одним животным мы сегодня обойдемся. Потому что я еле этого, ай, Еленя, еле нашел. Это капец, их сложно найти сейчас именно в серии. Поэтому потом... А, это бизнес? Нихера. Давно эти будки бизнесами считаются? Мы потом с вами обязательно сделаем какую-то охоту. И попытаемся найти не только оленя, а еще каких-то редкостных животных. Так, пацаны, давайте сейчас заценим... О! Точно же сейчас... Паределан худ для тех, кто играет в пассивном режиме. Видите, у него хп белое. А те, кто в нормальном режиме, у него хп красное. Как-то они там еще по иному на карте отмечаются. Вроде как говорили. Так, барыгер. Опа! Привет, братанчик. Мы приехали тебе сдавать шкуру. Вот так. Ой, усатый. О, кстати, обновилась. Как-то поудобнее стало. 2600 за шкуру. 198 рублей за один жир. И за... А, еще шкуры мелких. Она дороже, кстати. Мясо животных 295 рублей. И кости 89 рублей. Заработали мы 4633 рубля. Убили одного оленя. Ну, как бы не особо выгодно. Здорово. Если рассчитывать с салона, 18.5, 4 ляма внутрянка, лям, тонировка, диплом, первомутер, вторым брюмом, и то, возможно, больше. И 5.6 обвес люма стоит. А есть только люма или брабус? Нет, есть еще брабус. Ну, там, может, на 1100 поменьше будет. Потом, что-то, типа, там, тысяч по 20 разница вообще. Ну, гелик охрененный просто. Нет, вот, мне почему-то сразу, блин, не понравился. Типа, я зашел, его сразу поставил. Смотри, смотри, как двери открываются охренеть. Давай еще с этой стороны. А, бля, я не хочу сюда. Нет, это прикольно, да. Ну, ладно. Забейтесь, если просто поверить. Да, пацан, давайте. Ну-ка, еще двое. Еще двое. Садись, садись. А, да, я попробую. Еще двое, нет? А, ну, стой, 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 стой. Могу, могу, могу. Что-то, могу, могу. Ты можешь сесть или нет? Не, нихера. Она просто обошел и все. Что, четыре места? Четыре места, реально. Блин, так в салоне вообще кайфули, бля. Разлегся так. А куда? Что, можно я спалю ее где-то там в полях? Давай, езжай, спаливай. Опа. О, там еще один гелик поехал. Так, она теперь сочнее стала. А, она у меня еще багнулась, понимаю. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Бля, балдеж. Без винила, кстати, она стала какая-то более гражданская. А то эти полоски, ну, не всем, конечно, нравятся эти агитассовские полоски. Кстати, на скольких километрах открывается спойлер? На сорока? На шестидесяти? Кстати, когда торможу, он поднимается, вот. Нормально. Где мы с пацанами стояли? А, во. Так, пацаны, мне что-то Саска здесь подарил. Какую-то майку, какие-то шорты. Давайте, ампрада. Я не знаю, сколько они стоят. Они, наверное, дорогие, да? Да ебать у меня здесь сейчас одежды будет. Можно делать просто из гелика гардероб на колесах. Да ты шо? Че, пацаны, открываем свою гуманитарку? Во, бля, на стиле. Все, ебать на стиле. Директор. О, маканчик. Посмотри, какой маканчик. Че по тюнингу на маканчик? Ну, он такой был сразу с облесом. Че у него? По внутрянке че вышло тебе? ФТшка полтора. Вон, салон покрасил. Вот, вот это вместе с Перлом. Угу, угу. Вот. Ну и сама тачка 6 едет. Там, пиздец, как бодро. А сколько она стоит? Шестеру. А, дешево че-то? Он очень окиревший. Те, говорю, 4 места в багажнике, 12 мест. Ой, еще один гелик выехал. Просто такая соская, а не машина. Эван, здорово. Здорово. Бля, я тебе вендор, Эван. На ютубе писал, что-то типа, может исчезнет этот какого... Че-че? А, не, не, исчезнет. Да все... Че-то все на микроавтобусах катаются, я так понимаю. А, у тебя брабусный? У меня-то... Бля, ну Люма попить живу. А, кстати, ты поставил ответственный? Да, наверное, поставил. Да, да, он полностью ваггересил. Это в Люме, да? Он вышел в Люме. Сколько он вышел, да? Все, вместе вышло, наверное, где-то... Сколько? Семь плюс минус. Полный споте, семь плюс минус. Ладно, заезжаем в Тюнь, давайте посмотрим, что по винилам. Какие есть и почем они вообще продаются. Так, кузовные винилы. Опа, 2400. Оу. Розочки, скелеты. Ага. 300 ГТР. Мухаммед Али. Оу, 4 ляма, да? Капец, за что? За пару наклеек 4 ляма? Уникальность, согласен. Ну, это же капец. Мне как бы нравится больше стоковый. Ну, так-то это дорого, пиздец. Очень дорого. Что, пацаны, мажоры одни? Они гелики и Х7. Больше других тачек нет. А, вот, кабан приехал. Реально, гелики и Х7. Все. Короче, я уже насмотрелся новые тачки. Хочу поехать их уже пощупать в автосалоне. Посмотреть на них, поэтому мы сейчас, прямо сейчас, отправляемся в автосалон. Какой здесь, например, вот, Ауди первый нам попался, да? Вот прям по дороге, прям недалеко. Давайте сразу в него зайдем. Дальше зайдем в BMW, потом зайдем в японский, потом мультибренд. Также посмотрим вертолеты. Охренем от цены немножечко. Так, какие, кстати, мемчики будут? Так, Ауди вот-вот наверстает. Нет, дружище, нет, ничего лучше Ауди. Есть, это BMW. Стань на маркер, окей. Открываем, автосалон Ауди. Кстати, какая-то цветовая гамма, что ли, изменилась, нет? А8. А, это старая, которая. Дорез, получается. Ну, А8, как А8, сколько нас? 11 миллионов! На приколе, ребята? Не, ну, мне кажется, это будут только любители прям ее покупать. Это А8 просто Алина ВА12? Нет, это просто А8. Ну, 300 километров в час, 8 мест в багажнике, объем бака, а весы доступны. Ага. Вот так это все пишется. А если R8, например, недоступны. 3 места в багажнике, понимаю. Короче, А8, не знаю, я бы лучше, если честно, взял этого, 222-го вместо А8. Смотрим на это произведение искусства в скобочках BMW Rolchimki, как в Москве, я так понимаю. Они какие-то скрим добавили или что? Короче, здесь, вверху, должны быть автомобили. Половина дисков, конечно, не прогрузилась, я так понимаю. Это все тачки, да. Смотрится сбоку офигенно. Но у кого слабый комп, это что прогрузить, это капец. Сразу минус FPS. X5, но реально смотрится обалдежно. Лопчик, заходим. А нихера, двери так открываются? Ничего себе. Посмотрите, что здесь в салоне. Вот. MacBook и эти iMac. Нифига. Жалко, что ничего здесь не стоит. Если бы стояло где-то вот здесь на витринах, было бы получше. Второй этаж, это так чисто оформлять. Открываем автосалон BMW. John Cooper Works. Что-то я не ожидал его сегодня здесь увидеть. Я понимаю, что это дочерняя фабрика BMW. Как бы. Но, блядь, добавили лучше бы в мультибранд, реально. То заходишь в BMW, а здесь на первом месте мини-купер. Ну такое. Еще за 4 ляма, 400. Так что, ждем тогда у Mercedes Smart, да? Ну, не прям так аж айс, но, не знаю, на любителя, реально на любителя. Новая BMW какая там здесь? GM3G80, во-первых, появилась. Это новая эта, М3-шка. 280 километров, стоит 5 миллионов. X7 07 G. 12 500. Еще и тюнинга там, по-другому, говорил о лямов на 7. 290, 15 мест в багажнике. Меньше, чем у Гелика, кстати. 83 литра бак. Где этот нюхач? Я не могу его найти. BMW M4 G82. Во! 8 лямов стоит. Едет 295. Лично мне не особо заходит она. Может, кому-то заходит. Такой, на любителя. Ладно, выходим отсюда. Идем в следующий автосалон. По идее, японских автомобилей. Там, конечно, ничего не изменилось, но посмотрим, как там сейчас все выглядит. Японские автомобили всегда в наличии. Ну да. Супра новая. Я думал, что же, добавили все-таки что-то новое. 5 900 285 километров в час. Ну не знаю, тюинга нет. Три места в багажнике. Ну такое. 300 и крузак, мне кажется, должны добавить как бы на сервер. Больше особо ничего не добавили. Ну, на этот Civic теперь доступен тюнинг. Ебать здесь народу. Я, конечно, не... Ой-ой-ой, легенда. Ё-моё. Это еще, если не ошибаюсь, это второй, да? Второй рестайлинг. Или нет? Это либо первый, либо второй. Должен быть второй. Да, вроде второй рестайлинг. Здорово. Бля, я думал, они добавят им на волчок, им на третий рестайлинг, который все полюбили. Они добавили второй. Бля, надеюсь, тюнинг есть. А, тюнинга у него нет. Обидно. Обидно. Знаешь, мультибренд. Ford F-150. 10 миллионов. 250 за 10 миллионов. Ну, для бездорожья, для охоты вроде норм. Ага, мест в багажнике 10. Я в шоке. Ford F-150 Raptor мы же только смотрели, да? Jet Rehawk. Jaguar. Этот. Он, по идее, электрический, да? А, нет. Какой электрический? Ухлопные есть. А в GTA V он электрический. 290 км в час. Самое прикольное, это Porsche Macan. Он стоит всего лишь 6 лямов. Выглядит охрененно все, наверное, на все 10-15 миллионов. Ей 280. Конечно, не очень много, но смотрится охрененно. Я прям его захотел купить себе, если честно. А, ну, в принципе, здесь больше ничего не появилось. И мы стартуем в автосалон Mercedes-Benz. Гори-гори ясно. Мы... Это означает, что мы приехали в автосалон Mercedes-Benz. Вот. И посмотрим, сколько же стоят новые автомобили. В-класс стоит 7900. 7S в багажнике, 78 литров, ей 250. Не, ну он охрененный. Честно. Если бы еще тюинг был, какой-то антихром, либо Брабус, либо еще что-то. 124-й. Сколько он стоит? Нет обвесов. 265 едет. Он стоит 3500? Серьезно? Охренеть. Не, ну 3500. Я думал, там лям. Лям 200. Полтора край. Ну типа 3500, это чисто для того, кто любит эту легенду. И то, была бы она рестайлингова, именно третий рестайлинг, где именно решетка уже в капоте, которую все полюбили, именно волочок, тогда был бы зашибись. А так... Бля, говно. За 3500 это говно. Лучше взять вон очкарика, за сколько? За... Лям 400 ладно. Лучше на нем кататься, либо уже кабана взять. Ну, в принципе, по автословому Мерседесу это все. И я только что вспомнил, что мы уже не посмотрели еще новый, ээээээ, хотел сказать МГГТ. Ford GT. Нет названия, блин, это... Toyota GT86, AMG GT, AMG GT Fodor, GTS, то есть GTR, Ford GT. Что там еще есть? Да, я уверен, на GT очень много есть. Автомобилей Grand Tourism они добавили. Все, пушка. Я бы очень хотел, чтобы автосалон элитных автомобилей как-то перенесли, либо сделали какое-то свое здание, потому что мы просто едем в центре Лос-Антоса, в дорогом районе, и где-то в углу, где-то между зданиями, где-то в перекрестке находится элитный автосалон. Но это бред, бред. Так, Сиан, ага, Ford GT. Сколько? 130 лямов? 130 лямов? Серьезно? 130 лямов, он едет 380? А Чирик сколько там едет? 430 за 120. 360 едет Макларен, который, можно сказать, почти в три раза дешевле. А освежай? 385 на 5 километров больше, а стоит, можно сказать, в два раза меньше. В принципе, самое основное мы посмотрели, осталось там только посмотреть на цены и офигеть немножечко от вертолетов. Конечно, еще вам-то охренели, как бы, когда вертолет там стоит, там, сколько там, дирижабель стоил? 1 миллиард, а? Вертолеты там по 500, по 600, по 700 миллионов. Да, угу. 300 тысяч в час, заработанный вертолет за 300 миллионов. Ну да. Я думаю, мы ехать не будем показывать, как сдавать на права, потому что я в них не нуждаюсь пока что. Вот здесь эта метка находится в аэропорту, школа пилотов. 280 тысяч. Я напоминаю, стоит права на вертолет. Возле самолета там где-то сдавать. Мейсбанк, получается. Самый дешевый 200 миллионов. Бузард. Это же, получается, этот военный, нет? А, без... А, понял, все, понял. 250 литров, 170 километров в час. Маверик. Или Маверик. 345. Любимый вертолет, мне кажется, всех из Сампа. 345. Балл 407. Сколько он там? 500? 540. 250. 700 литров. Я представляю, как его заправить, сколько это стоит. Аэрокоптер. ЕСИТ 135. 270. 850 литров. Короче, они отличаются немножечко максимальной скоростью и литражом бака. Все, о чем они отличаются. Ну, в принципе, на этом все, пацаны. Вот такое обновление вышло. Я вам сейчас расскажу, что будет в обновлении 1.5.2. Они должны добавить в Авито-магазин, как они обещали. Также они должны добавить, как бы, СМСки в телефон. Но это вообще не серьезно, что здесь нельзя переписываться. Это капец. Просто найти связь с каким-то игроком, который придет какие-то тачки, это нереально. Вот. Авито-магазин. Должны добавить еще каких-то пару новых тачек. Должны добавить 100% новый тюнг на какие-то автомобили. Возможно, новые винилы. Также должны они как-то задействовать вот эти... А, что? Кстати, ментовка здесь была, ее уже перенесли. Что-то должно быть связано с ментовкой. Новые работы не будет, скорее всего. Ну, и, возможно, что-то еще интересное добавят. А, казино должны добавить, 100%. Вот эти столы, где можно играть красные и черные, парные и непарные. Вот это все. В принципе, пацаны, там все. Вот такое обновление вышло. Напишите в комментариях обязательно свое мнение об этом обновлении. Будет очень интересно почитать, как вам зашло, не зашло, чего вы ожидали, либо чего не ожидали. Также поставьте лайкос данному ролику, чтобы продвинуть его топ. Подпишитесь на канал, ведь здесь выходит очень много годного контента и полезного. Нажмите колокольчик, чтобы всегда видосы смотреть мои первыми. Ну, с тобой был Эван. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok